Да, приятно было вас видеть. Может, не тем торгуете? Ну, нет. Всем мы, чем торгуем. Все, что для людей. Может, место неудачное? Вы уже, знаете, 20 лет здесь. Да, да. Но только когда-то с крестом, с активностью, у нас немножко... А люди же уже отвыкли от такого формата. Сейчас все же с удовольствием ходят в супермаркеты, гипермаркеты, походить, в руках пощупать. Когда есть крупную покупку делать, конечно, можно в одном и том же магазине. Ну, а здесь у нас так, у нас свои здесь расходов скидки. А вы здесь покупаете себе что-нибудь? Ну, я покупаю, конечно. И продают. А чем-то, вот тот, чем вы торгуете, чем оно лучше, чем в магазине? Дешевле или качественнее? Да, дешевле. И у нас свеженькое, конечно, все. И такое симпатичное, не мужское. Ладно, не буду показывать. Нет, это вот это. А, вот это еда? Да, это у нас еда. А, кстати, можно задавать? Я буду задавать всякие вопросы. Вы делали жене какие-нибудь подарки, которые бы вы не стали демонстрировать другим людям? Ну, я же не буду отвечать на это. А, отлично. Ну, не скучать? А в каком занимается? С учетом того, что я женат уже более 20 лет, то, конечно, в моей жизни всякое было. Но я буду комментировать. Понятно. Ну, ответ нет комментариев, уже хороший ответ. Вы знаете, отец меня учил, никогда не рассказывай про своих женщин, как вы, полагаю, относитесь к этому совету. Не комментируй своих женщин. Он, наверное, боялся, что уведутся в вашу маму. Мама была красавица весьма. Поэтому, наверное, и не рассказывал никому. Имелось в виду не трепись насчет своих женщин. Вот это верно. Поэтому я тоже не треплюсь. Какие сладости вы любите? Сейчас выберем. Вот вафельные трубочки стилочные. А есть в Новосибирске что-нибудь такое, что вы не видели в других местах продажи? Знаете, Новосибирск очень большой город, мегаполис. И здесь эффект глобализации, наверное, очень ярко проявляется. Давайте посмотрим. Наверное, где-то примерно половина этой витрины, даже больше, наверное, где-то две трети этих витрин эта продукция не новосибирских предприятий. Да, да, конечно. Я и в Москве видел примерно такой же ассортимент. А вот что-то из того, что выпекают местные какие-то... Мне нравятся конфеты новосибирские. Да, это известный бренд новосибирской шоколады. Но в советских времен он славится. Жалко, что фабрика шоколадная осталась одна из двух. Ну, так и делается. Ну, как во многом, к сожалению, у нас. Вот у меня сын хотел задать вопрос. Такой. Он предприниматель. Ну, в смысле, у него бизнес там, с партнером занимается интернет-обучением. Посмотрел он вашу биографию. Посмотрел, что вы к своему возрасту уже достигли вполне определенных успехов. Совет можете дать? Как достигнуть... Какими свойствами должен был дать человек для достижения успеха? Вот таких дел. А ему зачем? Ему сколько лет? 29. А, еще молодой достаточно. Ну да, тогда действительно. У каждого на человека свой секрет успеха. Я оглядываюсь на ту часть трудовой биографии, которая уже прошла. И могу с уверенностью сказать, что один из секретов, то, что я брался, смело брался за незнакомые мне дела, и отрасли, и вещи, и поручения. То есть, когда жизнь тебе дает шанс, не раздумывай, берись. Когда вы работали электриком, за какое напряжение вам доводилось взяться живьем? 380 было. Было? Побаивались? Не, ну я же не сознательно брался, вы что? Нет, нет, я имею в виду не стукнуло, а стукнуло, да? Бывало, было, да. Ну это такой, наверное, ни один электрик этого не избежал. А когда вы впервые прикасались к высокому напряжению, знали, что провод под напряжением. Это как раз новое, да? Нет, вы имеете в виду, с каким уровнем напряжения мне приходилось работать? Да, 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 вот живую, без отключения. До 35 кВт. Вы подходили и работали на 35 кВт? Да, ну понятно, со всеми мерами предосторожности, приборами и так далее. Аналогия есть в работе управленца, когда 35 кВт подходишь? Ну нужно соблюдать осторожность. Некоторые есть партнеры, которым не то, что палец в рот нельзя положить, а на расстояние, как у электрика называют, напряжение, прикосновение нельзя подходить. То есть у вас есть такое правило? Вы наблюдаете, под каким напряжением находится ваш собеседник? Оцениваете расстояние этого расстояния? Конечно, любой руководитель, немножко психолог. В одном из интервью вы написали, сказали, что вы человек спокойный, но иногда можете и прикрикнуть. Ну я же в производстве не... А, на производстве доводилось. Ну я на производстве понимаю, там даже и русский язык обогащаешь себе для понимания. Пользуетесь ли вы особенными русскими словами в работе управленца? Стараюсь не пользоваться, не использую. А покричать доводило? Доводили вас ситуации, доводило ли того, чтобы люди без крика не понимали здесь вот на Сибирске? Бывало. Бывало? Можешь сказать, на что это похоже? Нет, не скажу. Подробности? Ну не обязательно саму ситуацию. А вот что именно вызвало их нерасторопность, лень, глупость или саботаж? Что вас возмутило? Формальное исполнение задачи. А, формалью. Да. Понятно. Вот для чиновников это, наверное, известное свойство переводить все к галочке, поставить галочку. К сожалению, иногда деформация личности происходит, когда человек много лет занимается тем, что объясняет, почему это сделать нельзя, то зачастую теряет возможность, теряет, вернее, видение возможностей. Что называется, желающий ищет возможности, а нежелающий ищет причины. Ну, покупайте, я не буду, извините. Возьмите, что ли? Не вам реально было просто. Да, я тоже думаю. Мы за вас будем голосовать. А, вы будете, а какое у вас впечатление от... Очень хорошее. Вот так. У вас же реклама пошла? Ну, может быть, просто нравится всем. А чем нравится? Всем. Вообще. Ну, прям в глаза. И как руководители, вообще. А где вы видите? Я по телевизору, я постоянно слежу. Вот видите, а вы, говорите, никто не смотрит. Я сам не смотрю. Я, я постоянно слежу, очень даже нравится, вообще работа. Есть результат, как вы думаете? Конечно. Какой? Ну, я не могу вам сейчас сказать, я волнуюсь. Но впечатление? Нет, это не подробно. Мы все свои. Я для себя снимаю. Ну, нравится и все, одно слово. А как мужчина? Ну, это слов нет. Я уже старая. Нет, женщины не бывают старые, что вы. Даже как не бывают некрасивые женщины, бывают мужчины без фантазии. Ну, нет, очень-то. Мне нравится, и все, сижу постоянно. Спасибо вам. Ну вот, нарвались, да? Комплименты. Да, постоянно, наверное. Давайте так, чтобы никто не подумал, что мы с вами договорились. Я сегодня у вас не буду покупать ничего. Нет, конечно, не надо. Не надо, я буду волноваться, я еще обмешу. Вот, вижу надпись табак. Вы не курите? Да, всегда. Вы не курите? Я нет. И не пробовали? Я, у меня есть приятная особенность организма. Я могу курить, могу не курить. Могу пить, могу не пить. Но пробовали вот так? Было время, чтобы курить? Я сейчас могу взять сигарету, выпылить, выбросить ее и забыть. А были ли ситуации, когда вы напивались до беспамятства? Ну, здесь тоже приятная особенность организма. Такого не происходит. Я просто перестаю употреблять и все. Вы физиологически перестаете или вы говорите себе стоп, иначе будет перебор? Физиологически в том числе. Как вы относитесь к тем, кто перебирает? Ну ладно, с кем русским не бывает, или вот человек не умеет собой управлять? Какое впечатление? Ну, слушайте, если это действительно редкий случай, ну, с кем не бывает. Бывают не все же такие люди, как я, которые могут остановиться. Если организм у кого-то не чувствует этих барьеров, если это происходит изредка и в уместной ситуации, то что поделать? Если есть жизнь. Если это происходит чрезмерно часто, так скажем, и человек не осознает, где это можно допустить, а где нельзя, то, безусловно, я негативно отношусь к этому. И, например, на руководящей должности я таких людей бы точно не уважаю. Что должен сделать? Какой поступок или свойство человека вызывает у вас желание его уволить, вот мгновенно из-за него избавиться при любых людей, невзирая на какие обстоятельства? Вот вы сказали про формализм. Ну, наличие подтвержденной информации о злоупотреблении, каких-то конъекционных проявлениях. А если человек вас обманул? И второе, это обман. Обман, личный, прямой, да? Да. Очевидный обман? Очевидный обман. Детям свойственно, дети иногда обманывают. Вот как вы детей учите не врать? Слушайте, это сложно. Они все равно врут. А вот у вас ведь уже взрослая дочь. Да, ее 25. 20? Да. Она еще, наверное, не замужем? Нет еще. Но может быть молодой человек уже есть? Она же живет одна или с мамой? Нет, она живет с мамой, живет в Санкт-Петербурге. Может быть, молодой человек и есть, но мне издалека не видно. А если она станет жить с каким-то молодым человеком без оформления, как вы к этому отнесетесь? Спокойно отнесусь. Это, к сожалению, это обычное явление в современном мире. Какой бы вы ей совет дали? Ну, опять вопрос личный, можете не отвечать. Можете приготовить ей и сказать только ей. А все-таки вот с девушкой молодой в отношениях с мужчиной совет, вот отцовский. Не думали об этом, чтобы советовать дочери насчет мужчин? Давайте не буду, вдруг она услышит. Ну ладно, это действительно не общие слова. У меня у самого уже дочь и внук, и я жалею, что я вовремя не дал ей некоторые советы насчет мужчин. Потому что женщины не всегда понимают, насколько мужчины от них отличаются. Как вы считаете? Есть такое? Женщины, да. Согласен. Не всегда понимают. А мужчины женщин понимают лучше? Мне кажется, да. Мы же с вами мужчины, мы же понимаем. Мы особенно друг друга. Я особенно понимаю, как мы насчет женщин понимаем. Понятно. Вот была такая сцена, Путин прошелся один по Петербургу, помните, вот он там после похорон. Он пошел один по улице. Бывает, что вам хочется пройтись одному? Бывает, и я это делаю. В том числе в Новосибирске уже не один раз делал. Это какая-то усталость или уже привычка? Или вот это повод какой? Понимаете, руководителю, который всегда на виду, который живет по такому жесткому графику, регламенту, иногда хочется пожить как обычный человек. У меня такое желание возникает. И в такие моменты, действительно, я никому не говорю. Я могу пройти по Новосибирску, я могу спуститься, проходиться в метро, что я уже делал. Я могу зайти в торговый центр. Элементарно сделать покупку. Популярность не мешает? Или она еще не так высока? Слушайте, значит, вот может быть обычному человеку не понять, но мне удается своими руками делать покупку в магазине не чаще, чем раз в 2-3 недели. Поверьте, это тоже доставляет удовольствие. Нет, я имею в виду пальцем там не показывают, не хмыкают, ничего. Фотографируются. Фотографируются. Вы сталкивались с недоброжелательным отношением? Сталкивался, конечно, безусловно, сталкивался. Что вот подходит, говорят, что чаще, какого рода? Ну вот, грязь, загажено все, ямы на дорогах. Губернатор порядок, когда она ведет в конце концов. А, все-таки губернатор за все отвечает, за город тоже? Конечно, первое лицо всегда за все отвечает. Люди же не разбираются, где там чьи полномочия. Они видят непорядок и обращаются к тому, кого видят. Я правильно понимаю, вы идете на первые в своей жизни выборы? Прямые выборы, да. Прямые, да. То есть во всей вашей довольно богатой биографии вы ни разу не избирались? Не избирался. Это как пугает, не пугает? Или это как раз то самое новое, о котором вы сказали? Это то самое новое, о чем я сказал. На самом деле, предыдущие все этапы, они позволяли немедленно включиться в работу. То есть, понятно, принимается решение назначения, подписываешь контракт, и завтра ты уже проводишь производственное совещание. Точнее говоря. Сейчас нужно пройти этап, заручиться поддержкой жителей Новосибирской области. На самом деле, я считаю, что это тоже очень важно. Серьезно отношусь к выборам. Вы человек серьезный. Часто ли вы шутите на совещаниях? Анекдот? Бывает, но не злоупотребляет. Не злоупотребляет. Ну, когда уместно. Когда уместно. Перебирать нельзя. Руководитель не должен превратиться в такого дежурного шута. А в Новосибирске порой некоторые любят с мужиками посидеть в бане, или там побыть в гараже. У вас не было таких привычек раньше? Таких ситуаций? Это не переходило в привычку, потому что не было такой возможности. Я руководителем уже практически 20 лет. 18 лет. 19 лет я уже руководителем. И все эти 19 лет достаточно напряженный график. Просто не получилось перевести это в привычку. Конечно, безусловно, приятно, а зачастую очень полезно попариться в бане с коллегами. С коллегами? Да. Вы прекрасно понимаете, какое количество важных вопросов, в том числе и государственных, решается в бане. А вот с людьми, что называется, простыми, у вас уже появились какие-то знакомые здесь, в Новосибирске? Я понимаю, на родине у вас, наверное, ясно, с производства, с места, где вы жили. Есть люди, что называется, из простых, но и не из начальства. А здесь появились такого рода знакомые? Для того, чтобы такие люди появились, нужно какой-то круг общения. Например, соседи, по-разному, есть тем, что я так, в простую жизнь не могу себе позволить окунуться. И мои соседи там меня не видят, потому что я утром уезжаю, ночью приезжаю. Поэтому пока круг общения, так скажем, люди непростые. Но далеко не всегда руководители, это в том числе и спортсмены, это деятели культуры, с кем я общаюсь, иногда в том числе и неформальные. Да и руководители не такие уж сложные люди, если сравнивать с простыми. На самом деле в бане все одинаковые. Понятно. А скажите, вы с Путиным общались на коротке, вот кроме как в кабинете, ну каких-то, я не знаю, там застолья, может быть, официальные, неофициальные, встречи какие-то неформальные бывали? Вы его видели в неформальной обстановке? Давайте я про это тоже не буду рассказывать. Правильно, в смысле, понятный ответ. Понятный. Ну, было интересно, вот мы с вами разговариваем неформально, вы раскрываетесь, показывает, ну, видно, какой вы человек, реакция на слова, на погоду там, я не знаю, вот с другими людьми. Поэтому это интереснее, чем видеть человека по телевизору. По телевизору тоже нужно. Конечно нужно, но вы от этого никуда не денетесь, это часть вашей работы. У меня еще много было всяких вопросов заготовлено. Мне было интересно поговорить с вами про завод. Вот вы до армии успели поработать на заводе? Во-первых, я в техникуме, когда учился, у нас была достаточно серьезная практика. Мы дважды по полгода работали на заводе. Полноценно работали. То есть смена там по 7, потом, когда взрослые стали, по 8 часов. И я, когда закончил техникум, единственный выпускник, который получил сразу 4-й разряд по специальности. Здорово. Я гордился тем, что я получил 3-й. Я получил 4-й разряд. Техникум я закончил с красным дипломом и с 4-м разрядом. До армии я успел поработать. Наверное, где-то месяца 2 еще дополнительно. Ушел в армию и после армии вернулся в тот же самый цех. Вспомнил. В Википедии написано, что вы вышли из Комсомола. Почему? Это так было, да? Я, если честно, неохотно в него вступил. Это когда было? В школе? Это было в школе, в 8-м классе. И одна из причин, почему я сбежал из школы, я действительно сбежал из школы, я втайне от всех, никому не сказал, подал заявление в техникум. В школе, понятно, преподаватели зауч были, мягко говоря, в расстройстве. А вы были на хорошем счету? Ну, я был, если не отличник, то хорошенький. И одна из причин, почему я так поступил, мне надоел вот это давление, вот этот формализм, в том числе и комсомольский формализм. Вы не любите внешнего давления? Не люблю. А в семье у вас бывало? Вы ощущаете? Обочтите, это тоже вопрос очень интимный, наверное. Как вы относитесь к тому, что иногда в семье бывает, что один давит на другого, вольно или невольно? Я не люблю, когда женщина давит на меня. Ваша женщина вас в этом понимает? Понимаю. Вам, наверное, повезло, как вы считаете? Ну, я, мне повезло. А в храме была с вами жена? Нет. Нет, не было жены? Просто там женщина рядом стояла, я подумал, может быть, это она. Не знаю, что за женщина рядом стояла. Понятно. И жена. То есть они там все в Питере у вас? Они пока в Питере, да, сын учится. Понятно, как он учится? Так, средний. Средний учится. Голова светлая, может получить пятерку не готовясь, но желания учиться большого нет. Когда он был маленький, вы его наказывали? Ну, наверное, всех детей наказывали. Ну, так. Сейчас самое популярное наказание – это лишить компьютера и планшета. А, то есть это было не физическое наказывание? Нет, не физическое. А вас родители наказывали физически? Не помните такого? Не припомню даже. То есть уважительное отношение? Ремнем пугали. Вот если вспоминать детские воспоминания, да, ремнем пугали, но чтобы наказывали, не помню. Вы один в семье? Двое нас. Двое? У меня старшая сестра. Понятно. Самое первое точное воспоминание из детства. Можете припомнить? Что осталось? Вот возраст. Там 4-5 лет. Ну, наверное, не помню какой возраст. Не помню какой возраст. Но, наверное, самое раннее воспоминание, как меня выписывают из больницы. К нам приезжает тетка из Ленинграда и привозит в подарок, в шикарный подарок, привозит электрическую железную дорогу. Ну, что вы, особенно в те времена ГДРовскую. ГДРовскую, да. Вот понятно, что пребывание в больнице не самое радостное время, но вот этот день. Возвращение из больницы домой. Может, потому-то вы про больницу и запомнили, что это была железная дорога. Молодец, тетушка, да. А вы любили в школе болеть? Некоторые любили на пару деньков от школы отдохнуть, слегка поболев. Нет, я не любил, потому что я учился хорошо, учеба мне давалась легко. Я увлекался спортом. Каким? Много разных видов плавания, легкая атлетика, бокс. В школьных командах играл в баскетбол, волейбол. У вас бывало проигрывать доводилось в боксе? Конечно, приходилось. Нокаут, нокдаун? Нет. Нет? Я где-то занимался боксом, класс где-то 5-6, там все-таки такие щадящие бои были. А настоящие драки во дворе, в школе доводилось поучаствовать? Были. Проигрывать доводилось уйти с разбитым носом? Было, конечно. На что это похоже во взрослой жизни, когда тебе нос разобьет? Бывало такое впечатление в последние годы, я так спрашиваю, что вот ты обидно идешь, ввязался в драку, а тебе набили рожу. Несправедливо. Конечно же, бывает. Не бывает, чтобы вся жизнь здесь побед была. Когда-то поражения бывают. Но вы вот почему врасплох меня задали? Ну а какое отношение к этой ситуации? Отношения как в драке. Ввязался в драку, проиграл, ну значит что-то сделал неправильно, неумело, недооценил противника. Вот такое примерно отношение. Не тех друзей с собой взял, бывало такое. Значит нужно подготовиться получше и снова идти в драку. Мстить будете? Нет, я не мститель. Не мстительный? Не мстительный. И не ревнивый? И не ревнивый. Не ревнивый? Вообще не ревнивый или просто доверяете? Доверяю. А, вообще ситуация могла быть и другая. Ревность вам знакома, это чувство? Ревность знакома, но я не тороплюсь включать это чувство. На первом месте у меня доверие. Здорово, это очень ценно в семейной жизни, в отношении двух людей вообще, особенно если это мужчина и женщина. Наверное первое, что бы я назвал, это доверие. Поскольку я уже два раза развелся, то это опыт такой. Я сам нарушал доверие, поэтому знаком с этой ситуацией с двух сторон. Нам удалось сохранить семью. И я надеюсь, что... Вы сказали, удалось сохранить... Опять вопрос такой... Ну, вам не удалось. Были угрозы? Я думаю, что в каждой семье есть угрозы, потому что без ссор не бывает никогда. Ссоры бывают. И мы из ссор всегда выходили достойно. Еще более крепко любили друг друга. Замечательно. Ну, надо чем-то завершить. Конечно, хотелось бы поговорить про выборы, про каких-нибудь политических соперников. Вы хотели про завод что-то сказать. А про завод, конечно. Чем вам... Какой урок вы вынесли его? Мы же с рабочими работали, самостоятельно работали на рабочем месте. Уроки завода какие? Ну, первое, это, конечно, такая жесткая производственная школа. Что значит школа? Она чему учит? Она учит к ритму. Она учит достигать результат, несмотря ни на что. Она учит, в том числе, и осторожности. Да, ну, особенно для электрического. Это электрическое производство, это опасное производство. Это какой был цех? Это прокатный цех был. В нашем цеху производили проволоку, арматуру, уголок, швеллер. Потом ведь я работал, когда генеральным директором был электроремонт. Я отвечал за все электрооборудование огромного комбината. Все цеха прошел. Поэтому это такая достаточно серьезная школа. Ну, как любое крупное производство, она воспитывает. Не зря же говорят, заводская проходная выводит туда улиб. А в общении с людьми чему он учит завод? Нужно быть проще. Вот как! Нужно быть проще в любом мужском коллективе. А промышленное предприятие – это преимущественно мужской коллектив. не любят заумных, не любят непонятных, чем, как говорил мой наставник, руководитель должен быть внятным. То есть он должен уметь ставить задачу, он не должен хитрить излишне, там, исправить какие-то интриги, комбинации. Поставил задачу, спросил, похвалил или поругал. Тогда закончим. Какая ваша задача? Чем похоже? Но вы не дали договорить. Да, прошу, прошу. Второй уникальный урок – что такое Северсталь, на которой начиналась моя трудовая деятельность. До середины, до конца 90-х – это, ну, такое крупное советское, или, можно сказать, там, термином тех лет, совковое предприятие со всеми вытекающими. С низкой производительностью труда, с не всегда достойной дисциплиной, с не всегда нужным для потребителей уровнем качества. И вот за какой-то период, там, за 15 лет на этом предприятии были внедрены самые современные и модные на тот период управленческие технологии. Мы попробовали самые вероятные, невероятные. Вы участвовали в этом году? Конечно, это все проходило с моим участием. Это и система бюджетирования, это и система тотального менеджмента качества, это и 5С, 5С, это и Кайдзен, и еще там невероятное количество технологий, которые… Интересно? Интересно, безусловно, это действительно школа. То есть, это школа руководителя. Понятно. То есть, на самом деле, это приучило к тому, что нет предела совершенства. То есть, даже когда ты уже достиг, казалось бы, невероятных результатов, всегда есть еще резервы для того, чтобы свою работу улучшить. Руководитель обязан планировать свою работу, причем довольно решение соизмерять в довольно длинном отрезком времени, лучше, если это руководитель думает об успехе не только сегодняшнего дня. Вы работаете уже 7 месяцев в Новосибирске. Что из-за решений такого длинного характера, стратегических, наверное, вы можете поставить себе в заслугу или готовы на подходе такие решения? Ну, безусловно, это инициатива, которая поддержана по разработке плана развития Новосибирско-научного центра. Во-первых, программа достаточно долгосрочная, это 10-летняя программа, как мы предполагаем. Во-вторых, я думаю, что если мы сможем реализовать ее в тех масштабах, как задумано, это повлияет на развитие Новосибирска на очень далекую перспективу. Ну, это Академгородок. Ну, не только Академгородок. У нас не все работают в науке, это очень важно, но не все. Ну, хорошо. Представьте, что бы было, если бы в Новосибирске в 50-е годы не создали Академгородок. Разве этого не повлияло бы на все? Ну, разумеется, повлияло бы. Это очень серьезный драйвер, и многие в мире ассоциируют слово Новосибирск с названием Академгородок. Не только вопрос узнаваемости, вопрос имиджа. Это быстрое, непосредственное влияние на многие отрасли. Понятно. Не только не Новосибирск. Вот я очень много езжу сейчас по районам, встречаюсь и общаюсь с руководителями сельскохозпредприятий. Но очень важно, что они сегодня имеют возможность, достаточно просто, обратиться к нашим ученым. Слава Богу, ученые аграрной науки у нас сохранились, и они оказывают помощь, внедряют свои наработки. А вы лично участвовали в разработке, или вы просто продвигаете этот проект? Ваши личные решения не интересны? Конечно, это не может один человек, но, безусловно, это команда, это команда академиков, команда директоров и сотрудников институтов сибирского отделения. Мы презентовали, мы по большому счету этот проект втроем, в каждой своей части. Общую концепцию презентовал Валентин Николаевич Парамон и я, а проект по развитию института ядерной физики, соответственно, дал Логачок. Хотя мы получили поддержку и от других ученых, причем не только наших ученых, новосибирских, но и ученых других центров научных сибирского отделения. Они тоже выступили с поддержкой этой инициативы. Поэтому это общий результат коллективный. Даже следующее решение, такое болезненное и спорное, четвертый мост. Я считаю, что это тоже стратегическое решение. Потому что, ну, во-первых, реализация этого проекта, это минимум 7 лет. И последствия от реализации этого проекта... Но он как бы не бесспорный там. Я с вами согласен, что не бесспорный. И если бы я был чистым политиком, то мне проще было бы всего прийти, сказать, ага, вы тут до меня наделали какой-то ерунды, все отменяем, забываем. Я... Представляете, сколько я бы получил дополнительных очков, да? Пришел такой резкий с шашкой на голову, значит, порубил всю в капусту, отменил все, что вызывало споры, затея на его предшественников. Но я-то прекрасно понимаю, что мост, он все равно может. Да, его можно там отложить на год, на два. Ну, некоторые говорят о других проектах. Но рассуждать в отношении проекта с перспективой в 10 и более лет, мне кажется, приступит. Ну, как можно сказать, что нам не нужен мост через 10 лет? Кто такой осмелится, сказать? Никто не осмелится. Если, тем более, часть денег федеральные, что же отказываться? Никто не осмелится. А если так, то нужно начинать сейчас. У вас... Очень мало людей. Но есть такие, да? Главное, что большинство, хоть там местные хорошее. То есть вы команду тут сбиваете себе? Вы командный игрок? Да, командный игрок. Но командный игрок, вы при этом, наверное, капитан, да, безусловно? Ну, конечно, положение обязывает. Что будете делать, если ваша команда проиграет? В чем моя команда проиграет? На выборах. Нет, команда моя не проиграет. Какой финиш получился такой для нашего ролика, как будто заказной, да? Ну ладно, хорошо. Большое вам спасибо за этот разговор. Надеюсь, вам тоже было интересно. И я предложу вам формат. Пойти с людьми поговорить на улице напрямую, как я это делаю иногда сам. Задавать вопросы, одинаковые или разные. Посмотреть, вот это общение прямое меня самого заводит и помогает очень почувствовать состояние людей, отношения их. Я уже вас спрашивал, вопрос один из которых мне больше всего понравился, как люди реагировали. Кому вы готовы сказать спасибо? Вы тогда сказали своим учителям? Своим наставникам. Своим наставникам. Кто ваш наставник? Ну, наверное, больше влияние на меня произвели те наставники, которые стояли у истоков моей производственной деятельности. Когда я становился специалистом электрика, огромное влияние на меня произвели наставники, руководители Северстали, Череповецкого металлургического кандидата. Я очень уважительно отношусь к Владимиру Ивановичу Булавину, моему руководителю, полпреду в Северо-Западном федеральном округе. Он как-то действительно повлиял на меня очень благодарно как человек. Наверное, кто-нибудь сможет сказать и вам спасибо, если у вас будут ученики или уже есть. Незусловно. Ну, ладно, поживем, увидим. И самое приятное, что говорят, и сейчас говорят. Благодарят, да? Да. Ну, надеюсь, у нас иберцев, или, может быть, у меня тоже найдут слова благодарности, когда мы увидим, за что благодарить. Спасибо вам большое, я вас благодарю за встречу. Хорошо, спасибо.